Надо же иногда все-таки о народе подумать. Возможно, даже придется отслужить в армии сперва, а потом уже пойти в ВУЗ. ГБУВП. Федеральное, государственное, бюджетное, образовательное учреждение высшего ВП. И это конец истории, да? Ничуть не бывало? Нет. Мы победили, ура! И враг бежит, бежит, бежит. Есть такой принцип. Никогда не признавай своих ошибок. Никогда. Бог высоко, царь далеко. Здесь я начальник. Что же дальше было? А дальше было следующее. Всю правду... Какое время подождать, правда, не уточнили. Ну, я терпеливый. Я терпеливый. В разумный срок. Дорогие друзья, привет всем. Здравствуйте. Снимаемся в снегирях. Хочу представить Олега Дмитриевича Митрофанова. Приветствую. Здравствуйте. Олег написал мне письмо в какой-то момент. Сказал Алексей, я знаю, вы не интересуетесь ЕГЭ, и даже демонстративно им не интересуетесь, но у меня есть история, которая, возможно, вас заинтересует. И история эта меня заинтересовала. И я пригласил Олега сделать историю достоянием общественности. Связана она с некоторой задачей, которая давалась в ЕГЭ второго уровня, да, это называется? Нет, это обычный ЕГЭ, профильный уровень. Профильный уровень, да, 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 профильный уровень. Вот. Ну, не то, чтобы она была очень красивая, но с ней вот связана эта история. Собственно, я даю слово Олегу, и про задачу расскажешь. Я буду иногда спрашивать, там переспрашивать что-то. Вот. Ну, задача, на самом деле, для ЕГЭ абсолютно типовая, самая обычная. Я вот, правда, не знаю, Алексей Вадимович, стоит ли нам ее на самом деле так разбирать подробно, потому что, может быть, мы просто приложим саму задачу и решение как-то в качестве, там, ссылочки. Я думаю, что мы ее разберем. Не, мы разберем, разберем, да. Разберем вкратце, а остальное будет подробнее. Можно разобрать. Задача с параметром, такая типичная штука, да, у меня самого, там, даже в 57-й школе у нас была обычная алгебра, и на ней были такие задачи в большом количестве, вот. Ну что, зачитаешь, да, задачу? Так, надо сейчас тогда достать. Это уже решение у нас. Это уже решение, да? Сейчас саму задачу у нас. Вот. Задача у нас такая. Найдите все значения А, это параметр, при каждом из которых наименьшее значение функции, и дальше функция идет. Да, что минимум. f, минимум функции f от x, функция f от x у нас. Да, ну я, собственно, ее сразу запишу. Сразу. Да, а x, что там минус? Минус а, минус 1. Так. Плюс по модулю. Плюс по модулю. x квадрат минус 4x плюс 3. Ага. Меньше минус 2. Вот этот минимум должен быть меньше... Меньше, чем минус 2. Чем минус 2. Мг. Ну да. То есть натренированный глаз сразу видит, что это x минус 1 на x минус 3. Это А на x минус 1. То есть я бы делал замену x трих равно x минус 1 и работал дальше с ней. Но, возможно, это не обязательно, да? Я такую замену не делал. Я делал немножко по-другому. Во-первых, мы задачу переформулировали. То есть переформулировали таким образом, что если у нас наименьшее значение функции меньше минус 2, то это значит, что неравенство, берем с левой части, пишем всю эту функцию, и неравенство меньше минус 2 имеет хотя бы одно решение. Такое неравенство. Да. Да. Иногда бывает, что минимума не существует. Бывает. И тогда, ну как бы при таких А, если бы они существовали, такие А, что минимума не существует, могла бы быть ситуация, что минимума нет, а решение, что функция вот эта равна, там, минус 2 минус что-то, все равно есть. Но это не тот случай в силу того, что квадратичная функция всегда обгоняет линейную. На минус бесконечности у нас уходит она в небеса, и понятно, что минимум у нас есть. Собственно, это был момент, к которому пытались придраться, но, ну, как мне показалось, и, наверное, и вроде бы кажется всем, что здесь очевидно существование наименьшего значения у данной функции. То есть это тот момент, который, как мне показалось, не требует вообще никаких пояснений, то, что минимум этот есть. Да, да, это либо квадратичная функция, либо изломанная модулем, что не меняет ситуацию нисколько. Да, если у нас такая функция написана, очевидно, что минимум существует, и поэтому задача действительно эквивалент к тому, чтобы искать, когда есть решение меньше минус 2. Когда есть решение неравенства. То есть, соответственно, мы переписываем всю функцию в левую часть неравенства минус 2. Дальше мы немножко... Можно вот этот рисунок нарисовать просто, да? Ну, прямо, наверное, лучше переписать, потому что потом мы вводим две новые функции, графики которых строим. Да. Значит... Вот это вот, мы перешли к такому неравенству. То есть переписывается... Так, наверное, черный, да, лучше будет писать? Так. Переписываем, да, а... x минус а минус 1. Плюс 2. Плюс 1, да, потому что минус 2, пошли туда. А вот, должно быть просто меньше, чем вот эта вот модуль со знаком минус. Ну да. Теперь мы что, рисуем эту и эту, правильно? Я бы рисовал графически, естественно, тоже, да? Да, графически переходим, рисуем эту и эту. Это 1 плюс а на x минус 1. Да. Это дает нам понимание, что происходит. Происходит, значит, у нас происходит такой график, да? И точка 1, 1, которая всегда ловится в любом, при любом а будет точка 1, 1, и вокруг нее дальше будет вращаться при разных значениях а. Да? В общем, я всегда такие вещи решаю с помощью графики. То есть рисуешь, да, рисуешь, вот они все. Вот, пучок функций, которые задаются вот такой формулой при скользящем а, это вот такой вот, ну, как бы, в проективном смысле слова все, включая вертикальную, в обычном веществом смысле слова вертикальная исключается, потому что она достигается при равной бесконечности. Вот, да, ну и остается это, которая, значит, перевернутый модуль, ну, да, тут никакого труда нет его нарисовать, мы просто, значит, тут где-то будет у нас тоже 1, да, будет, значит, 1 и 3 будут точки, значит, если это 1 и 1, значит, вот эта точка и вот эта точка нас интересует. Вот, я бы нарисовал вот так, но нужно вот так. Ну, и теперь на этом рисунке все ингредиенты есть, да, для того, чтобы получить результат. Итого, когда у нас вот так проведена прямая или как-то вот так проведена прямая, то это всегда над вот этой функцией, синяя функция всегда над красной, и не бывает ситуации, когда вот это происходит. А бывает она, когда вот строго ниже вот этой, ну и ясно, что для тех, которые не строго выше вот этого значения критического, не будет решения у этого уравнения, и для тех, которые не строго выше такого, где вот тут где-то касание есть. Ну, понятно, что каждый школьник нормально быстро найдет эту точку касания, вот, ну и вот для этих и вот сюда нет решения, и сюда нет решения. А для всех между ними есть. Теперь, значит, интересный момент, что между ними это на самом деле означает меньше 1,2, вплоть до минус бесконечности. Меньше минус 1,2, да, вот это вот минус 1,2, и дальше, когда мы уменьшаем, дальше она вот сюда идет. Дальше минус бесконечности как бы переходится, и с плюс бесконечности вплоть до вот этого вот значения, которое оно вычитывается, да, оно... Оно там находится ли все? Четырем, да, равно? Четырем. Четырем. То есть вот ключевые моменты, и в проективной геометрии я бы написал, что все значения, начиная от минус 1,2, минус бесконечности, от нее к плюс бесконечности, и вниз до 4, но в школе этот ответ не поймут, Поэтому надо написать два интервала, от минус бесконечности до минус 1,2, и от 4 до плюс бесконечности, и это будет правильный ответ. Теперь, что было дальше? Дальше было самое интересное, потому что на самом деле задача, она для школьников, которые к ЕГЭ готовятся серьезно и решают задачи с параметрами, она действительно не представляет никакой сложности, она абсолютно шаблонная, и куча походных задач, они разобраны на большинстве ресурсов для подготовки к ЕГЭ, и в большинстве литературы подготовки к ЕГЭ. Олег как раз занимается подготовкой, и, видимо, собаку съел уже давно, да, на этот? Да, да. Я бы здесь производную брал, но можно через квадратный интершлен, да, его... Это уже... Ну да, это уже детали. Значит, что случилось дальше? Вообще, в задачах с параметрами оценивается максимум в 4 первичных балла, из которых я получил за эту задачу ровно 1. Один? Только, наверное, за правильный ответ. Вот. Ну да, угадай. Я... Я прочитал условия свое, когда получил результат, вот здесь увидел, как оценили эксперты, я прочитал свою задачу раз в 10, наверное. Ну, так иногда бывает, что смотришь то, что ты написал, и не видишь ошибки по 10 раз подряд. Поэтому я, в первую очередь, отправил эту задачу с решением коллеги, который тоже репетитор, и некоторым коллегам, скажем так, я отправил. Первый из них это был Велислав Аркадьевич, ему большой привет. Он посмотрел, говорит, ну решение, я посмотрю чуть позже подробно, я сейчас, как бы, не узнаю. Фамилия Велислав Аркадьевич? Вуль. Вуль. Велислав Аркадьевич. Я даже не знаком пока. Ну... Я, да, я не могу быть знаком с вами с своей стороной. А вы ему книжку подписали, Рожжин. О! О! Которую я ему, наверное, передам. Да, одностороннее знакомство же есть. Вот. Он посмотрел тоже сначала мельком, говорит, ну ответ точно правильный, а вот дальше тонкость я еще посмотрю. Посмотрев более внимательно, сказал, что, ну, решение, в принципе, все хорошее, опрятное, аккуратное, красивое, и любой школьник должен получать за такой максимальный балл. Вот. Ну, то есть, справедливости ради, не доказано только то, что минимум есть, да? Ну... По сути, да? То есть, по сути, да, по сути, да, по сути, да, но придирались эксперты с другом. С другом. А, с другом. То есть, о том, как проходила апелляция по данной задаче, а я подал апелляцию, это вообще отдельный разговор. Я думаю, что подробности, кому надо, может изучить, потому что есть аудиофайл с полной процедурой апелляции. Там 20 минут. А он выложен в интернет, да? Он выложен в интернет. Да, ну мы дадим ссылку просто. Просто ссылку дадим. Да, тех, кому интересно, ссылку. Вообще, мы на все дадим ссылки. Я так думаю. Вот. Мнение, скажем так, всех практически математиков, которым я отправил материалы, по апелляции, это эксперты несли ерунду. То есть, это так вот обобщенно. Кто-то выражался более эмоционально, кто-то менее. Но поскольку сначала я от одного услышал, что все нормально, надо полный балл. От другого. Выложил на форуме. На форуме у нас есть такой репетиторский форум внутренний, для того, чтобы больше народу... Смоленский? Нет, нет, это как бы... Это общее, да? Есть ресурс, я не думаю, что надо его рекламировать, но есть ресурс довольно масштабный. Репетиторский форум, да? Нет, есть ресурс, где по подбору репетиторов. И там есть форум, то есть там у нас между собой, мы общаемся. Целая пасня, да? На разные темы. Вот, выложил на этом форуме. И, собственно, задачу вдоль и поперек разобрали целая куча математиков, более профессиональных, чем я. Потому что я вообще не являюсь профессиональным математиком, я имею инженерное образование. И преподавателем, кстати, тоже не являюсь по образованию. Что не мешает здесь не заниматься математикой, все равно, потому что это дело любительное, нравится, но неважно. Просто я, как бы, до конца всегда во всем сомневаюсь, поэтому думаю, ну, может быть, что-то все-таки действительно, как бы, не так. Кто-то, может быть, эксперт какой-то выразится, который сидит в этой экспертной комиссии, в похожей. И эксперт выразили. Вот, первым у нас выразился очень ярко на форуме Константин Юрьевич. Он является... Как его мнение? Вавров? Вавров. Да, он является экспертом в Санкт-Петербурге, в такой же конфликтной комиссии, то есть, в которой принимают апеллянтов, проверяют задачи ЕГЭ. Он является старшим экспертом, то есть, там есть у них какая-то градация, может быть. Вот. И он сказал, что решение полностью верное, заслуживает максимального балла. Собственно, это придало больше уверенности для того, чтобы качать дальше. Дальше я написал, сначала опять же обратился всем, кого я знаю, вам написал первое письмо, Дмитрию Гущину написал письмо, Александру Варину написал письмо. Я, кстати, вначале отмахнулся, а потом я посмотрел, какой объем борьбы был выполнен на этом пути и решил, что это достойно внимания. Второе письмо вы откликнули. В общем, все, кого я считал, кого я знал по Ютубу, например, довольно сведущими по ЕГЭ, по математике, я попытался обратиться в какой-то форме. И мне довольно быстро ответил и Ларин, и Гущин. Они тоже меня поддержали. То есть, сказали, что здесь надо отстаивать. И, собственно, тогда уже было принято решение идти до конца. Потому что, если бы такой поддержки не было, наверное, я бы оставил эту байку, для себя посмеяться с кем-нибудь, поговорить, что вот решил задачу правильно, поставили один балл, на апелляции не сли. Ну, вот я хочу отметить, очень важную вещь, что такие вещи никогда нельзя оставлять, потому что это означает, что через год та же комиссия ровно так же будет проверять следующее. И даже более убежденно, потому что ничего не, как это сказать, если ты выигрываешь, ты наглеешь. Ну, есть такой принцип, да? Есть такой, да. Ты выиграл, ты наглеешь, ты еще более категорично будешь проверять. То есть, как бы, вот такие, я же хочу сказать, такие вещи надо доводить до конца. У тебя правильное решение, ты получил один балл, иди всей дорогой. Ты потрачу на это, ты потратил на это два с половиной месяца. Это очень уважительно. Собственно, вот все и началось. Я запасался отзывами, то есть, просил отзывы, рецензии на данное решение от профессиональных математиков. Отзывов мне прислали целую пачку для того, чтобы, ну, если произойдет какая-то комиссия главнее дальше, чтобы я пришел не только со своей убежденностью, что я прав, а еще и подкрепленно документально с отзывами действительно квалифицированных людей. Здесь их нет отзывов? Да, вот здесь уже некоторые, да, элементы, да, решения, деборсанты. Здесь другое. Соответственно, надо было писать какие-то жалобные письма. Мы написали несколько писем, мне очень помогал в этом Гущин Дмитрий, то есть, о том, как грамотно составить. История борьбы. Это я для себя делал шпаргалку, чтобы понять, что в какой день произошло. Потому что уже даже, несмотря на то, что вся эта история со мной произошла, уже некоторые моменты из памяти, они как-то вырываются. Вот. Написали мы сначала первоначально четыре письма. В Смоленский департамент образования. В ФИПИ. В Министерство просвещения. Расшифруй ФИПИ. В Федеральный институт педагогических измерений. Так кажется. Ну, в общем, тот институт, который занимается разработкой КИМов. Вот этих заданий ЕГЭ. Расшифруй КИМ. Контрольно-измерительные материалы. Это сами задачи ЕГЭ. Я даже только что узнал, что работаю в ФГОУВП. Федеральное, государственное, бюджетное, образовательное учреждение высшего ВП. Я что-то опять перепутал. ВПО, наверное? Высшего профессионального образования? Может быть. Или просто высшего образования. Нет, не выучил. Двоечник. Я не знаю, где я работаю. Моя трудовая книжка лежит в ВУЗе, который я знаю только как Адагийский государственный университет. Я не могу выговорить его полное название. Продолжим. Написали все эти письма. И, собственно, оставалось ждать ответ. Потому что, как мне Дмитрий Дмитриевич сказал, что существует такая процедура. Рособорнадзор может создать какую-то главную комиссию федеральную. И перепроверить работу. Хотя делает это он довольно редко. В исключительных случаях каких-то. Но надо все равно пытаться туда пробиться. Вот. От ФИПИ пришел ответ сразу. Мы этим не занимаемся. От Рособорнадзора сначала пришел ответ, что ваше дело мы передаем в Смоленский департамент образования. То есть даже откуда оно пришло? Ну, по сути, да. Смоленский департамент сначала никак не ответил. А Министерство просвещения переслало в Рособорнадзор. И вот по тому письму, которое переслало в Рособорнадзор Министерство просвещения, Рособорнадзор уже среагировал. О, как надо действовать. Да, пусть как бы это такой кривой, но Министерство... Рособорнадзор создал федеральную комиссию. Я думаю, там более грамотные математики, чем в региональных комиссиях. Хотя хочется, по крайней мере, в это верить, что в главном государственном органе, который контролирует всякие нарушения в сфере образования, там сидят люди компетентные. Рособорнадзор создал такую комиссию. перепроверили работу и оценили ее в максимальный балл. Так, о чем мне пришло письмо? И это конец истории, да? Ничуть не бывало? Нет. Это не конец истории. Это совсем интереснее. Рособорнадзор перепроверил. Естественно, я обрадовался, думал, ну все, история закончена. 15 мая они отправились, 17 мая я ее получил, это письмо, по электронной почте. Вот, уже обрадовался, выложил на форум, уважаемые коллеги, мы победили, ура! И враг бежит, бежит, бежит. И оставались какие-то формальности. То есть региональная комиссия должна была просто получить эту бумагу, куда-то внести в базу, все поменять, и все, дело закрыто. Но не тут-то было. Потому что ровно тоже 15 мая смоленский департамент свое письмо синхронно отправил. То есть они, как бы, наверное, не знали, что они синхронно, и думали, что это будет совпадение. О том, что они ничего перепроверять не будут, все было действие экспертов, верная конфликтная комиссия прошла в штатном режиме, вот, и успокойтесь. Есть такой принцип. Никогда не признавай своих ошибок. Никогда. Потому что, вот для чиновника, очевидно, если его ошибку, ну, как бы, придется признать ему свою ошибку, да, то под ним подшатнется стул. Накринится. Понимаешь, да? А новый стул где есть? Еще поищи где-нибудь. Так что, да, я их, как сказать, я их понимаю, мы их понимаем, но просить не можем. Да, понятно, да. Поскольку я получил два абсолютно противоречивающих друг другу письма, возникло желание разобраться, а, собственно, чему же верить и что дальше последует. Поэтому я записался на прием к заместителю начальника Смоленского департамента образования, на официальный прием, то есть пришел, с обращением, вежливым, что так и так, вот, получив рекомендацию Рособорнадзора об удовлетворении своей жалобы, положительном удовлетворении, что баллы надо повысить. Прошу вас, как бы, сказать, когда это будет сделано, то есть, ну, когда я увижу эти изменения, там, на портале информационном ЕГЭ, где вот все проверяют свои оценки. Или заявите, что Смоленская комиссия важнее Рособорнадзора, да? В устной беседе, собственно, мне примерно так и заявили, но не совсем так. Тоже очень вежливо сказали, да, мы получили рекомендацию Рособорнадзора, но мы создали свою комиссию, а окончательно утверждает все, региональная комиссия все равно, и мы очень долго совещались, но решили, что останемся при своем, то есть, оставим свое мнение. Как бы для меня было удивительно, я говорю, подождите, ну, как бы, Рособорнадзор ведь говорит, что надо повысить. Ну, да, но мы, как бы, имеем право с ними согласиться. Бог высоко, царь далеко. Здесь я начальник. Вот, поэтому оставалось, ну, спокойно пойти домой и писать новые жалобы. И писать, да, и на этот раз ты уже, я получил письмо, да, и в него вник. Но, что же дальше было? А дальше было следующее. Написав новые жалобы, опять же, я написал в Министерство просвещения и в Рособорнадзор о том, что региональная комиссия игнорирует решение Рособорнадзора, не прислушивается, прошу навести порядок, разобраться. Ну, очень вежливо, культурно, как бы, тексты, писем мы все можем оставить. Они у меня все есть в электронном виде, то есть, и вообще они уже есть в открытом доступе в сети, так что любой шлащий может это все, наверное, прочитать. А 29 мая происходит ключевой момент, наверное, ключевое событие в этой истории. Дмитрий Гущин на своей страничке ВКонтакте публикует эту историю, где он рассказывает вкратце о том, что происходило. Он с самого начала был в курсе, он мне очень сильно помогал, собственно, действовать с этими инстанциями, куда написать, как написать, то есть, как действовать, подсказывал. И 29 мая еще был, кстати, и сам экзамен для школьников. Я писал 29 марта, это досрочная волна. Да, за два месяца, да? Досрочная волна. Был главный, да? Вот. И, собственно, в сети началось обсуждение уже более активное, потому что это был не просто закрытый репетиторский форум, а сеть ВКонтакте. Ну да, у школьника, я хочу сказать, у школьника двух месяцев нет. Я об этом чуть позже скажу, как могло быть идеально, если бы все прошло. Если бы все прошло хорошо, то у школьника время есть. Я как бы от... А-а-а! Вот. Но у меня немножко по-другому все прошло. Значит. И вдруг внезапно, через неделю после этой публикации, 5 июня, я получаю новое письмо, уже письменное, от Смоленского департамента. Тогда мне устно сказали, что мы как бы не принимаем позицию Рособорнадзора, и, к сожалению, подкрепить нечем, кроме моих слов. А вот они ответили, что так и так мы согласны с решением Рособорнадзора в общих чертах. Там, конечно, опять же, текст письма, он есть в интернете. Мы отменяем свои результаты и утверждаем. То есть, собственно... Победа! Собственно, это была, наверное, победа, можно было так считать. И опять же, оставались формальности, то есть, чтобы внесли в базу. Ну да, и на это еще много времени. И я бы это увидел в портале. Ну, понятно, что это какое-то время занимает, поэтому я не ожидал на следующий день изменений. Я думаю, ну, недельку надо подождать, пока база обновится, пока там, в конце концов, письмо дойдет до нужного человека, ответственного, который это все сделает. Прошла неделя, изменений нет. Я позвонил, спросил, что же там такое? Говорит, вы просто ожидали. Просто мало ждали. Просто мало ждали. Это как раз я понимаю. Ну, хорошо, я подождал вторую неделю. Изменений нет. Третью неделю я уже ждать не захотел. Я пошел на прием к директору регионального центра оценки качества обозвания. Это тот орган, который, собственно, и вносит всякие изменения. То есть, занимается такой технической работой. Так. И он мне сказал, что вы поймите, за портал отвечаем не мы. Мы со своей стороны сделали уже все. Мы все внесли согласно протоколам. Поэтому вы просто подождите. Я позвонил в Рособранадзор и мне сказали, что действительно надо подождать. То есть, они подтвердили. Директор, естественно, как бы сказал всю правду. Какое время подождать, правда, не уточнили. Разумное время. Я терпеливый. Разумный срок. Разумный срок. Значит, как мне объяснили, это, кстати, очень важно, наверное, кстати, для всех выпускников, что информационный портал, на котором они заходят, смотрят свои оценки, и база, из которой ВУЗ берет их оценки, это немножко две разные системы. И поэтому там данные могут быть несинхронизированы какое-то время. То есть, ВУЗ берет из одной базы, а портал, он тоже берет оттуда, но может быть, чуть позже. Это очень важно. То есть, школьник, если вот есть исправление, если он что-то добился на апелляции, то куда он вносит? Я не помню название, но в какую-то единую систему. в это надо вникнуть, да, школьники, в это надо вникнуть. И ВУЗ делает запрос к той системе, он не делает запрос к порталу. Сейчас я обращаюсь к школьникам, которые не поступили по призеру в СЕРОС, и которым пришлось с ЕГЭ мучиться. Я редко, я обычно, у меня большинство роликов, да, оно даже не олимпиадное, а прям совсем настоящая математика. Но надо же иногда все-таки о народе подумать. И вот если вдруг вы не смогли по СЕРОСу поступить, по призеру в СЕРОСа, то имейте вот это все в виду, то, что говорит Олег. Всего можно добиться, но надо знать, где именно и что, и как, и в какой последовательности. Да, какие советы ты дашь школьникам? Давайте дорасскажем историю. Да, да, да. Потому что история закончилась все-таки в финал победы. Финал победы. На это потребовалось еще три недели после последнего письма департамента. Два дня назад, когда я уже ехал в Москву, ну, я ехал, собственно, не только к Алексею Владимировичу в гости. А я пригласил, говорю, запишем ролик на канал про эту супер историю, для поднятия общего духа. Ну, после два с половиной месяца пришлось драться. Это не способствует поднятию духа, но то, что победили, способствует. Да. Вот. И в дороге я проверял через телефон, опять заходил на этот портал, и все, изменения есть. То есть на этом можно ставить окончательную точку. То есть у меня это заняло три месяца. Три месяца. Как могло бы быть идеально? Я вот специально по датам себе шпаргалку сделал и прямо по датам озвучил. Значит, 29 марта сам экзамен был. Соответственно, у школьников 29 мая в этом году было просто, что они могут просто на два месяца все сдвигать. Да. Ровно на два месяца. Ровно на два месяца. 16 апреля была сама апелляция. Это нормально через две недели. 16 июня, да. Пока результаты обработают. Значит, 19 апреля я обратился с жалобами во все эти инстанции. Это значит, если вас не удовлетворили, если апелляция не принята, если ваши комиссии еще были упертые. Пишите в Рособорнадзор, в министерство. 19 июня писать, да? Ну, грубо говоря, получается. Ну, это уже на будущее, но все равно, да. И, значит, 15 мая уже на мая, 15 мая Рособорнадзор пишет письмо, что они перепроверили и решили повысить. С этого момента уже можно это письмо отправлять в ВУЗы? С этого момента, после того, как это письмо было получено, я думаю, что на формальную процедуру утверждения местной комиссии надо еще где-то, ну, неделю, допустим. Итого, получается, меньше двух месяцев. То есть, где-то 20 числа июля у нас получаются. Уже должно быть, если бы история закончилась моя, вот прям сразу хорошо, то это было бы 20 июля для школьников. Это еще успешно, да, можно подать? А там первая волна, по-моему, 1 августа первая волна зачислилась. А, все понятно. То есть... Успевают. Если история заканчивается хорошо, то школьник успевает, несмотря на всю эту нервотрепку. Да, все понятно. И еще мы должны выкинуть вот то, что у меня это было в мае, а в мае 10 дней, сами понимаете, они из жизни чиновников, они просто... Да, хорошо, да, минус 10 дней. Так что... Ну, в июне тоже 5 есть. Ну, хорошо, да, я понял. То есть... Школьники, вы слышали все? Все понятно? Понятно, что делать, если вас плохо оценили? Есть шанс, есть возможность бороться, идти до конца, да, и побеждать. И даже если не получается, можно потом идти в суд, но тогда это уже только на следующий год результаты можно идти как-то куда-то предъявлять. Потому что даже если суд после этого закончится в вашу пользу, это уже точно не 2 месяца, это гораздо больше. Возможно, даже придется отслужить в армии сперва, а потом уже пойти в гусс. Но нужно... Все истории доводить до конца. Вот это вот, да, это некий, как бы, вот если вы начали... Не отставайте вообще, вот Олег этот супер пример, вот взял и дошел. Хотя Олегу никуда не надо поступать. Он уже взрослый. Это дело больше не для себя, а для того, чтобы получить... Надо довести дело до конца, и все. Получить профессиональный опыт какой-то, чтобы если такое потребуется для ученика, я бы уже знал последовательность действий. Ну, круто, вообще очень круто. Спасибо огромное, Олег. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.